итак всем привет дорогие друзья и сегодня к нам на обзорчик попал nokia n95 это восьми гиговая версия в черном цвете когда-то легендарный телефон стоил он когда-то когда-то долларов по моему 700 кажется сейчас он конечно столько не стоит он гораздо дешевле вот такой вот он коробки синий приходит по стандартам у нас надписи тут всякие nokia connected people смотрим что там у нас внутри что там у нас у nokia так внутри у нас зарядка nokia такая вот тоненькая когда-то этот телефон был бешено популярен ты что там такой крутой был его там даже в кредит брали хотя и сейчас кредит берут с айфона берут в кредит ханч брали nokia так смотрим это по моему 2008 году это дело 2008 году у нас тут как ух ты ёлки я уже забыл что этот кабель мини usb не микро usb как сейчас а менее он чуть больше примерно в половину или в два раза больше точно фиг наушники у нас здесь у нас кнопочка нажимать зажим есть юар код даже есть так собственно есть ману в принципе для нас бесполезен потому что на английском языке но что бог и на китайском так и вот конечно сам телефон 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 что-то я не переживаю это у нас клей от пленочки ничего страшного нету потом протру такой аппаратик вот наш разъемчики зарядка миг мини usb еще у нас сидит а это для этого для мешка так вот так вот он будет спереди тут у нас камера индикатор и микрофон и надпись конечно m95 8 гигабайт смотрим тут у нас клавиатура вот русские буквы есть внимательнее посмотрим буквы не наклеенные так теперь надо было включить если мы откроем эту самую крышечку контакт у нас там закрыли клееночкой чтобы не включался тут у нас что у нас тут made in finland окей вставляем батарейку обратно закрываем его крышечкой так закрылся все и теперь включаем так сверху кнопочка для включения прожужжем запускается что тут у нас такой вот у нас внешний вид телефончик в принципе телефон неплохо не, ну еще сравнивать конечно со смартфонами то ну да уже не то но учитывая то сколько вот эти вот аппараты держат заряд батареи это конечно круто у меня он е-52 так он уже неделю лежит там еще одна палочка есть заряда обалдеть тут блин смартфона на сутки нифига не хватает на неделю лежит конечно круто так где тут у нас русский язык я уже забыл как что выставлять ага тут хорошо setting general наверное да factory ну туда-сюда factory setting а это сбросить типа ага не туда значит фон тоже не то ничего лично лично персонал автоматик украинский есть русский есть немецкий есть английский есть румынский есть болгарский есть какой-то магиар или маги хреново короче не важно так выставляем русский язык сейчас он перезагрузится и будет нам счастье так 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 вот у нас телефончик очень даже неплохой аппарат в принципе nokia раньше делали замечательно сейчас все телефоны такие безликие вообще некие тем более если сравнить допустим с кнопочными телефонами то что их и сейчас продают кнопочные телефоны если кто-то не в курсе они еще есть новые то вот эти явно лучше чем то что сейчас продают на рынке как помню вот все телефон на русском языке все клацается все работает сообщение может ярче экранчик сделано ну сейчас попробуем ярче экран а то что то яркости по моему не хватает да сейчас поглядим настройки общие мой стиль дисплей датчик света вот все ну так так конечно лучше неприкольный партик конечно 95 интересно хотя я не знаю даже бабушки наверно уже такой телефон не купишь бабушки все продвинутые со смартфонами надо ходить потому что здесь допустим вай фай есть но как бы как бы работает он ну так туго конечно ну это понятно то есть здесь процессор по моему одноядерный 300 тысяч мегагерц частота оперативки я не помню сколько здесь но явно мало единственный плюс здесь конечно это звук и автономность работы но еще конечно камера хорошая камера в nokia конечно вот в nokia камера и кстати еще в sony ericsson старых моделек еще все камеры всегда были отличнейшие просто вообще особенно в сонках я вот сколько помню не то самое у меня не приходили там соотчетую 10 еще там у меня были телефоны ту камеру а к 800 ай 850 ай то есть камеры всегда там были суп и nokia 95 тоже камера классная потом nokia n8 мая 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 тоже классно вот и особенно мне понравился кстати nokia e6 или e66 может такой не помню точно там классно с сенсорным экраном было тут экран не сенсорный обычненько eft собственно короче в общем вот такой у нас телефон по современным меркам конечно же он в плане железа отстает но тем не менее в принципе как базовая звонилка он вполне даже очень подойдет для детей там для кого-нибудь еще ну или для фанатов nokia те у кого был уже этот аппарат в принципе такие как я вам дам с e52 хожу у меня и 6700 был тоже кстати классный аппаратик особенно звук там просто бомб я не имею ввиду допустим динамики на выход на музыку полифонические а именно голосовые то есть что я слышу собеседника офигенно что меня слышит там дело в том что устроенный щип короче для обработки звука и здесь стать то же самое вот отдельный щип какой-то там короче для звука стоит для голоса в общем улучшает его вот такие вот телефончики в принципе которые кстати могут дать многим китайцам фору еще какую и не в десять лет а наверное лет в двадцать потому что китайцы вот такое говно делают просто ужасное а эти замечательные более оригинальный аппаратик вот такой вот у нас телефон собственно кому было полезно видео кому оно понравилось вот ставим конечно же лайки подписываемся на канал ссылочку на телефон я выложу в описании под видео так что переходите смотрите кому надо будет покупать и всем спасибо за просмотр! пока